Здравствуйте, вопрос к вам, Сергей Викторович. В свете трехстороннего заявления от 9 ноября и совместного заявления сопредседателя от 3 декабря, могли бы вы обозначить основные задачи и направления дальнейшей работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ? И второй вопрос, если позвольте. В контексте обеспечения условий для скорейшего возвращения к нормальной жизни, как вы оцениваете уровень взаимодействия Российского гуманитарного центра с местными властями Нагорного Карабаха? Спасибо. Если говорить о Минской группе ОБСЕ, о сопредседателях Минской группы ОБСЕ, каковыми являются Россия, США и Франция, изначально были Россия и США, Франция присоединилась позднее по просьбе Парижа, и мы на это пошли. Сопредседатели проделали за последние многие годы очень большую работу, в том числе разработали, согласовали в целом, хотя и не до последних деталей, со сторонами базовые принципы урегулирования. Эти базовые принципы урегулирования и легли в основу той договоренности, которая зафиксирована в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября. Имею в виду передачи Азербайджану пяти и двух районов, имею также в виду развертывание миротворцев для обеспечения безопасности в регионе, создание Лачинского коридора между Карабахом и Арменией, и разблокирование всех транспортных и экономических связей и коммуникаций. Все это закреплено в заявлении, все это начинает осуществляться максимально эффективно. Миротворцы вместе с гуманитарным центром, о котором вы упомянули, активно сотрудничают с местным населением. Причем это процесс, это содействие, которое оказывается возвращающимся людям, предоставляется с первых же минут, когда там появились миротворцы и наши спасатели, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. И этот процесс сейчас уже обретает такой устойчивый характер. Люди начинают больше получать уверенности в том, что происходит, и мы будем эти настроения всячески укреплять этому, будет способствовать идущие сейчас переговоры о превращении центра гуманитарного реагирования в международный с участием и Армении, и Азербайджана. Соответствующие документы сейчас обсуждаются по линии соответствующих структур. Отмечу также, что среди продолжающихся процессов, которые должны конкретизировать достигнутую договоренность, есть такая тема, как конкретизация правовых аспектов зоны ответственности российских миротворцев. Та зона, которую они занимают в соответствии с договоренностью от 9 ноября, и в которой они выполняют свои функции по обеспечению безопасности, созданию условий для возвращения беженцев, содействию в решении гуманитарных вопросов, и, конечно же, созданию условий для того, чтобы там была обеспечена нормальная жизнедеятельность. Так что, видите, процесс идет в том направлении, о котором договаривались вместе со сторонами сопредседателя Минской группы ОБСЕ, мы исходим из того, что сейчас самое главное обеспечить всестороннюю поддержку заявлению трех лидеров от 9 ноября. И на состоявшемся на прошлой неделе в виртуальном заседании Совета Министерства иностранных дел ОБСЕ три сопредседателя на уровне глав внешнеполитических ведомств приветствовали заявление от 9 ноября и высказались в поддержку его реализации. Так что, думаю, здесь, наверное, это самое главное. Но выделю из тех задач, которые предстоит решать и в которых сопредседатели могли бы активно использовать свой вес и свой авторитет, это подключение международных организаций. Очень важно определить правильные параметры подключения международных организаций к этому процессу. Как я уже сказал, Международный комитет Красного Креста там давно работает, а вот организации системы ООН, хотя они и присутствуют в Армении и в Азербайджане, но в Карабахе их не было. И сейчас генеральный секретарь ООН готовит, это занимает, к сожалению, какое-то время, но бюрократия есть бюрократия, готовит оценочную миссию, в которую войдут профильные специализированные учреждения и программы системы ООН, рассчитывают они где-то в середине декабря туда ее направить. Мы бы хотели, чтобы эти миссии максимально конкретно сконцентрировались на предоставлении специфической предметной помощи на всех тех направлениях, которые сейчас являются наиболее актуальными, наиболее острыми для тех, кто живет в Карабахе. Восстановление необходимой инфраструктуры, жилищного фонда, решение других гуманитарных вопросов. Ну и особое внимание, которое могли бы уделить сопредседатели карабахской проблеме на данном этапе, я бы отвел теме сохранения культурных, религиозных объектов, вообще наследия культурного в Карабахе. На эти цели планируется выделить специальные ресурсы ЮНЕСКО. ЮНЕСКО тоже готовит свою оценочную миссию. Я бы вот в качестве страны-сопредседателя был бы заинтересован в том, чтобы мы вместе с французскими и американскими коллегами активнее стимулировали международные организации для того, чтобы они обеспечивали прогресс на этих направлениях. И сохранение защиты культурного наследия, религиозных объектов имеет особое значение. Думаю, что Франция, как страна-хозяйка штаб-квартиры ЮНЕСКО, может здесь сыграть особую роль. И думаю, что американская сторона тоже может здесь активно поспособствовать. У меня вопрос к обоим министрам. Первый Сергей Викторович, скажите, вот 3 декабря глава евродипломатии Жозеп Боррель употребил в своем блоге термин «астанизация», характеризуя раздел сфер влияния, например, России и Турции. Он вот заявил, что такой сценарий был в Сирии, был на Кавказе, был в Ливии. Скажите, согласны ли вы с такой трактовкой европейской и вообще в целом с этим термином? И если позволите, сразу второй вопрос озвучим вашему коллеге. Ара Генривич, скажите, пожалуйста, глава турецкого МИДа Мевлюдчеву Шаглу на заседании Совета глав МИДа ОБСЕ заявил, что договоренности, достигнутые по Нагорному Карабаху, могут способствовать улучшению отношений между Ереваном и Анкарой. И вот он заявил, что это соглашение – реальная возможность прийти к миру после трех десятилетий. Как бы вы могли прокомментировать это заявление? Спасибо. Ну, я начну. Я не читал блога Жозепа Борреля с термином «астенизация». Надеюсь, он именно это имел в виду, а не созвучные какие-то другие выражения. «Астенизация» в данном случае, я здесь не усматриваю какого-то негативного подтекста, по крайней мере, надеюсь, что он не вкладывал негативное звучание в это слово, которое он изобрел, потому что, по большому счету, астанинский процесс, астанинский формат, он сложился в контексте сирийского кризиса, и пока астанинский формат не оформился, никакого прогресса в политическом урегулировании не наблюдалось вообще. Год наши коллеги из ООН находились, вернее так, без астанизации, они были в прострации. Это я случайно сейчас стихами заговорил. Целый год ничего не делалось, ссылались на различные проблемы, связанные то с одним аспектом, то с другим аспектом, то правительство было готово, а оппозиция не была готова, то оппозиция была представлена исключительно иммигрантами, а не от них зависит положение на поле боя и многое другое. И тогда Россия, Турция и впоследствии присоединившийся к ним Иран, как страны, которые непосредственно заинтересованы и как соседи, и Россия как страна, которая понимала страшный риск повторения в Сирии того же, что устроили в Ливии, а до этого в Ираке, мы просто решили воспользоваться своим влиянием на сирийские стороны для того, чтобы хоть как-то начать усаживать их за стол переговоров. Так появилась инициатива проведения Конгресса Сирийского национального диалога, и так, в общем-то, мы смогли расшевелить Организацию Объединенных Наций, которая именно после Астанинской инициативы, во-первых, согласилась участвовать в Астанинском процессе, где за столом переговоров представлены правительство и вооруженная оппозиция наряду с Россией, Турцией и Ираном как организаторами, как гарантами астанинского процесса. Там присутствует и наблюдатель от арабских стран, в частности от Иордании, а затем и от Ирака, и от Ливана, и представители ООН. Так что, я считаю, мы должны без ложной скромности признать, что именно начинание астанинского процесса, его конкретные договоренности и сейчас определяют магистральные направления сирийского регулирования, которым следует Организация Объединенных Наций при поддержке всего мирового сообщества. Что касается проецирования этого формата на другие регионы, ну, это, наверное, дело политологов, но что касается Южного Кавказа, то, в принципе, Россия и Турция и Иран являются непосредственными соседями стран этого региона, и, конечно, нам не безразлично, как здесь обстоят дела. Мы свое отношение к происходящему выражаем конкретными делами. Это касается и заявлений от 9 ноября, которое было согласовано по инициативе президента Путина вместе с его коллегами из Армении и Азербайджана, и той большой, серьезной помощью, которую мы оказываем сейчас в преодолении последствий горячей фазы этого конфликта. И миротворцами, и гуманитарными поставками, и во многих других формах. Ну, а что касается в целом вот такого настроения, которое Жозеп Боррель изложил в своем блоге, все-таки, как я понимаю, он немножко озабочен тем, что кто-то другой, кроме Евросоюза, может делать какие-то инициативные шаги в современном мире. И напомню, что, если брать Балканы, например, какое-то время назад предшественница господина Борреля, госпожа Маггерини, заявила, когда Евросоюз приходит на Балканы или в какой-либо другой регион, остальным там делать нечего. А потом, когда мы задали недоуменные вопросы, они стали делать вид, что их не так поняли, но все поняли прекрасно. И если астанизация вбрасывается в дипломатический оборот как отражение ностальгии по колонизации, ну, наверное, Евросоюзу тогда придется пережить эти годы, эти годы ностальгии по тем временам, которые канули безвозвратно. Я очень надеюсь, что Евросоюз будет вести себя по-современному и не пытаться представлять современный мир как подлежащий разделению на сферы влияния. Всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения каких-то геополитических выгод и односторонних преимуществ.